Неподалеку от села Краснореченского у моста через реку Матрёниху в автокатастрофе погиб 30-летний мужчина. Он ехал на переднем пассажирском сидении Сузуки Альта, которым управлял его сверстник. Двое пассажиров, сидевших на заднем сидении легковой иномарки, получили травмы различной степени тяжести. Первую помощь раненым оказал медик, который был в составе бригады спасателей МЧС. Скорую помощь пришлось ждать довольно долго. Единственная свободная бригада ехала из села Тополева. Водитель Сузуки, который сразу после удара потерял сознание, успел прийти в себя. Но о том, как его машина оказалась в Кювете, он почти ничего не помнил. Просто ехали, и все, и что случилось, я даже не понял. Отвлекся, может? Наверное, я не знаю. Со стороны Ильинки ехали. Сейчас вот здесь, в Канаве. Большая скорость была? Да, какая тут большая. Тут два гришники стоят. Как бы тут быстро не разгонялись. А то же километров 60-70, по-любому, где-то так это. Ну почему на встречке оказались? Почему на встречке Ильинка? Ильинка-то с той стороны. Мы же оттуда ехали. Это по своей полосе в Канаве сидел. Один из пассажиров «Альта», не дождавшись медиков, уехал на машине приятелей за родственниками. При том, что, судя по рассказам очевидцев, он был серьезно ранен. У молодого человека скальпированная рана головы. Состояние еще одного раненого было значительно хуже. Катетер стоит непрерывенный. И я ему сделал китанов 90 миллиграмм. Так, и еще? Два, да? Ну, тот тоже, да. У него с ногой там проблемы. Болит где? Вот так вот, а блин, сзади. Грибинально, да, пока грузим вот там вот. Мужики есть, помогаем. Да, да. Разогнуться. Водитель «Тойоты Лэнд Крузер», с которым столкнулся, хэтчбэк, ехал в сторону села Ильинка. Он утверждал, что красный автомобиль, который двигался в противоположном направлении, без явных на то причин, оказался на встречной полосе. Никого не обгонял, за ним машины ехали. Так вы поняли, что сейчас удар будет? Я понял, что удар остановился, он врезался, вот и все. И сюда он в кувет, да? А он ударился, и назад начала машина скатываться. Владельцу внедорожника перед ударом даже удалось рассмотреть кое-какие детали. Ему показалось, что водитель Сузуки перед ударом на что-то отвлекся. Они поднямали головы почему-то, вот так и смотрели. Когда уже врезался. Что-то туда отвлеклись, наверное, может магнитофон или еще что-нибудь, как это бывает сейчас. Водитель Сузуки и трое его приятелей – жители Краснореченского. В день аварии они ездили на работу. Приятели занимаются ремонтом крыш. С места происшествия Полина Хромцова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова